Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. Три месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетто За преступления против города и нашей великой страны Вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, встрой, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Пошли, народу. Хочешь проблем, каё? Я... Простите, я не могу. Тебе чё нравится, придурок? Быстро! Стал и вернулся в шеренку. Нет! Эй, ты умница! Не заставляй меня повторять! Шеренку! Двигай! Стоять на месте. Направо. На другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Терренстоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды. Я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так начну. До небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло. Мы вас спустим с поводка. Но только чтобы грязь отмыть. Построились шеренку и за мной. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, меня тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Ладно, поехали. Эй, мешок дерьма. Делай, что сказано. Слушай, красавчики. Или делай как сказано, или... Не пожалуйте в карцер. Со мной. Пытаешься меня достать? Дом, милый дом. Лезь. Огонь! Ты что, психо, урод? Вот он мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахни лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. Три дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил лесточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галланты, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Простите, где мне найти Лео Галланты? Ни чертайте не скажу. Я ищу Лео Галланты. Никогда не слышали. Зачем зря пытаться? Эй, я ищу Лео Галланты. Не знаешь, где его найти? Исчезни с глаз моих. Я ищу Лео Галланты. Мне нечего тебе сказать. Я ищу Лео Галланты. Сгинь, придурок. Да не смешайте, спасопака. Все ты можешь. Я знаю вас. Эй, я ищу Лео Галланты. Не знаешь, где его найти? Я не знаю, что он начинал. Всем. Всем работникам кухни на кухню. Ваша смена. Всем работникам кухни на кухню. Я ищу Лео Галланты. Не знаешь, где его найти? Понятия не имею. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был в Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Парни, мама была права. Бог он есть. Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я... Тебе... Отплачу. А это любопытно. Небольшой пари. Матери мне мозги! Выши мне мозги! Давай, тормоз перероза! Это будет попроще, чем когда и твои мамаши в завтраке шутут. Приши мне мозги! Это кипящих петухов! На завтраке! Петухов на завтраке? Петухов на завтраке! Петухов на завтраке! Вдруг поможет! Закрывай! У Нил меня чуть не прикончил, но... Я заявил о себе. И знаете? Здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Как долго вы будете его там держать? Пока они сделают выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанта. Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Климента сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Климента. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого, о Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с Онилом. Ему нужен с парень партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет не вариант, правильно? Я не помню, что бы спрашивал. Ладно, ребята. Поехали! Ладно. Сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал. А потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Так-то, Пепе. Не задирай свою буту, черт тебе дери. Ногами работай, Пепе. Ногами! Помните, без защиты не выиграть, парни. Каждый пропущенный удар, надо стать последним. Ух ты! Только посмотрите. Эй! У нас тут спарринг или тренировка. Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Неплохо. Хорошо, хорошо. Блин, это больно. Давай еще два раза. Так, еще раз, Витон. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Так насколько ты близок к Клименте, Вито? Если честно, никогда я его не видел. Всегда работал с Генри Томасиной и Лукой Гурино. Ха, надо же. Этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за пять тысяч. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. Так это как бы больше, чем обычно? Ага. На пять тысяч больше. Семью берут не за деньги, Вито. А за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... Разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Давай, покажи еще разок. Откуда старик Галарте столько знает о боксе? Сейчас по нему не скажешь, что когда-то лучше. Настоящий. Ну, ладно. Я слышал, он без перчаток дрался, пока не стал профи. Бринстон ставит два к одному против Пеппе. Не будь Пеппи мне другом, я поддержал. Они у просто животные. Привет, как успехи? Я Вито. Да, я знаю. Я Эл. Рад знакомству. Эй, как дела? Как дела, Вито? Я с Эл. Отлично держался на ринге. Хорошо дрался на ринге. Еще немного, и будешь готов к настоящей схватке. Ага. Вот так. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты подставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да. Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Китайцы. Шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро. Измотай его. Когда он ослабеет и уже не смогут уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Эй, а китайское печенье из китайоза этого выпало? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как дела? Давай не будем? ДимаTorzok 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 Эй, а этот чего грязный? Мой еще раз. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стату. Шагом марш... Ладно, Скалета, раздевайся и мой свое величество. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Франки, у нас тут фельдс небольшой. Ну, ты понял? Сходи, по-моему, что ли, а? Ладно, развлекайтесь из прощения. Ммм, какие шрамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся, дырды. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Толби своих петухов. Ты вообще... Шогуты. Ясно. Очень по-плохому. Шогут. Яблопарец-то боец, а! Быстрее, Джон. Времени мало. Время. Продолжение следует. Аллейку! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ха! С тебя хватит! Туда! Еще! Сильнее! Давай, Слизняк, еще раз! В этот раз я тебя прикончу! Умничка, Мэри! А, да меня могуля колотила больнее! Это все? В этот раз я... О, же! Чего ты сделал? Малышка, ну же! Постарайся! КОНЕК Заткни пасть. Все обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клемента. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся. Он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клемента, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Эмпайр Бэй не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы? Нет, нет, нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны. Ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть, кроме него. Кроме Клементе есть еще два босса. Один Карло Фальконе. Второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбивый. А псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи, человек чести, уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильер Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Пепе, иди, попробуй.